В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Положим, как по морю. В результате ливневых дождей улица Махачкалы затопила так, что людям приходится приспосабливаться, чтобы попасть на работу. Помощь от мецената. Семьям погибших при теракте в республике Сулейман Керимов дополнительно выплатит по 5 миллионов рублей. Самая сильная крепость – любовь к родине. Когда-то сказал великий ученый и полководец Имам Шамиль. Сегодня отмечается 227 лет со дня его рождения. Дагестанец в Арктике. Магомед Магомед Алиев стал победителем Всероссийского форума и теперь отправится в научную экспедицию на самый край планеты. Улицы Махачкалы затопило из-за ливня. Как обычно, самые глубокие лужи образовались на проспектах Акушинского, Расула Гамзатова, улице Гамидова, в редукторном поселке. В некоторых частях города воды затопили подъезды многоквартирных домов и даже маршрутки. Жители столицы делятся такими кадрами, на которых задаются вопросами, почему коммунальщики не могут наконец решить эту проблему. Вот, пожалуйста. Я просто не понимаю, почему нельзя решить эту проблему с канализацией. Вот каждый раз, когда идет вот такой сильный дождь, у нас бывает вот эта проблема. Городские службы говорят, что они очищают решетки ливнеприемников от случайного мусора на самых затопленных локациях. Однако завершение их работы, а также улучшение погоды не стал дожидаться махачкалинец Курбан Алиев. Чтобы попасть на работу, мужчина использовал необычный способ – плавательное средство САП. Чисто дождь махачкалинец вошел в будни. И только я один. В связи с последними событиями, конечно, в городе неспокойно. Хотелось больше, наверное, внести чуть юмора, чуть радость людям. Получил бурые эмоции. Людям было тоже интересно, смешно, радостно. Покатался, отдохнул и пришел обратно домой. Всем большое спасибо. Не промолк особо, потому что гидрокостюм помог. Не отравился, как некоторые говорили. Все хорошо. Семьям погибших при теракте в республике Сулейман Керимов дополнительно выплатит по 5 миллионов рублей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Дагестана Хизри Абакаров. А материальную помощь получат и пострадавшие в ходе трагических событий. Этот жест является не только проявлением его шедрости, но и символом единства и поддержки всех конфессий. Все религии мира, будь то ислам, христианство или иудаизм, основаны на принципах добра, любви и милосердия. Ни в одной из этих религий нет места терроризму и насилию. Мы должны стоять вместе, чтобы противостоять злу и строить будущее, основанное на взаимном уважении, любви и миле. Отметим, что накануне Хизри Абакаров и Сулейман Керимов посетили церковь и синагогу, которые подверглись обстрелу террористов. Сенатор Дагестана также взял на себя расходы и по восстановлению пострадавших религиозных объектов в Дзербенте. Молодые активисты объединились для уборки территории покрова Пресвятой Богородицы и синагоги Келину Мас, которые пострадали от терактов в Дзербенте. Волонтеры усердно расчищают завалы от обломков, выносят сгоревшую мебель и помогают приводить в порядок помещения. Молодежь объединилась. Выражаю благодарность всем молодежным организациям, Движению первых, Молодая гвардия, студентам колледжа Резарова за то, что проявили такую инициативу и сегодня пришли помочь организовать на выборке территории. Отметим, что мероприятие организовано Министерством по делам молодежи Республики в сотрудничестве с волонтерским корпусом. И к другим темам. Сегодня исполняется 227 лет со дня рождения великого полководца и лидера, великого ученого своего времени имама Шамиля. Он сумел объединить народы Кавказа и был борцом за свободу и независимость всего кавказского народа и сегодня. Является ярким примером мужества, стойкости и веры. Что нынешнее поколение знает о национальном герое и какую роль играет в их жизни личность имама Шамиля, Наши корреспонденты решили узнать на улицах Махачкалы. Он великий ученый, великий полководец, великий мыслитель и просто очень великая личность Дагестана. Он был третьим имамом Дагестана. А вот сегодня его день рождения, вы знаете, сколько лет прошло? Больше двухсот, но точно не могу сказать. Ну это очень великий человек, ну пример для подражания для меня. А вы знаете, что у него сегодня за день рождения? Да. А сколько лет исполнилось? Сколько лет исполнилось, не знаю. Про имама Шамиля можно, наверное, вечность рассказывать. Если из наших земляков брать, это, наверное, самая высшая степень, наверное. То, что сделал имам Шамиль не только для нашей республики, а вообще для всего Уммы, это серьезная вещь. Это легендарный правитель. Великая личность, человек, который вписал свое имя в историю Кавказа золотыми буквами, пример для подражания. Человек, который вокруг себя объединил народы на защиту религии Всевышнего Аллаха. Огромную работу в Дагестане, чтобы мир восстарился, чтобы наследники мы, например, сегодня, исламе, имаме, таквили. Магомед Магомед Алиев победил в третьем всероссийском форуме «Арктика. Лед тронулся», который проходил в Архангельске с 30 мая по 3 июня. Это значит, что дагестанец отправится в экспедицию на северные земли, где будет бороться с загрязнением экологии. Куда именно он поедет и когда, пока неизвестно. Организаторы не раскрывают детали. Со счастливчиком встретилась моя коллега Салья Магомедова. Она расскажет подробнее. В таком хорошем настроении Магомед рассказывает о победе в форуме «Арктика. Лед тронулся». Главный приз – экспедиция на северные земли длиною в один месяц. И ее дагестанец ждет с нетерпением, потому что там ему предстоит борьба с загрязнением экологии, очищение территории от металлолома, хозяйственного и бытового мусора. Правда, где именно он будет заниматься этой благородной миссией, пока неизвестно. Мы выезжаем на северные земли. Возможно, это будет эта сторона, то есть российская сторона, скажем так, побережья, где-нибудь в том же Красноярске, Карелии, Мурманске, Архангельске. То есть где-то на этой стороне. Это может быть берег Баренцевого моря, может быть берег Белого моря. Пока точно неизвестно. А возможно, это будет непосредственно экспедиция на новые земли. Понятное дело, это вся северная часть, часть Арктики. Это могут быть новые земли, может быть земли Франца Иосифа. Непонятно. Хотелось бы, конечно, чтобы прямо туда, куда-нибудь за Полярье. К слову, Магомед одержал победу в треке «Культура и туризм». Он представил проект «Где родился там не Арктика», в котором поделился своим видением защиты окружающей среды. Сам форум проходил по десяти направлениям, и участие в нем приняли 500 человек со всех регионов России. Наш земляк в итоге один из десяти счастливчиков, который поедет на самый край планеты. Гордость берет, как это вообще можно назвать, прям хочется. Плюс еще возможность побывать какой-то прям экспедиции-экспедиции. Прям знаете, вот сесть в какой-нибудь вездеход и поехать. Вот помните, в детстве был мультик «Лоло и Пепе» про полярников. Вот там сесть где-нибудь, увидеть пингвинов, там, северных медведей белых, может быть, каких-нибудь тюленей вместе сеть. То есть, ну, увидеть для себя, открыть что-то новое, ну и почистить страну вместе с этим. Почему нет? Тем более, что опыта у Магомеда хоть отбавляй. Он нередко принимает участие в экологических акциях в Дагестане и едет в командировки по стране. Коллеги его в этом деле всегда поддерживают. На самом деле приятно, что у нас есть такие работники, которые активно принимают участие в общественной жизни города, республики, даже страны, вносят свой вклад по экологической части, что немаловажно на данный момент. Мы только рады и всегда поддержим во всех его начинаниях. Но не только с коллегами Магомеду повезло. Его непосредственный руководитель Исара Мазанов принимал участие в прошлогоднем форуме «Арктика. Лед тронулся». И теперь охотно делится полученным опытом в качестве наставника. Я Магомеду рассказывал о наших кейсах, которые у нас есть здесь в Дагестане. И когда он туда ехал, в том числе, он даже на месте уже звонил мне, спрашивал, а у нас как здесь. Ну, в некоторых моментах я его, так скажем, направлял, подсказывал. Экспедиция в Арктику – это, несомненно, новый опыт, знания и интересные знакомства. Своё приключение на краю планеты дагестанец может начать в конце июля – начале августа. Победители форума сами выбирают удобное для себя время. Салия Магомедова, Шамиль Хириасулаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Более 3,5 миллионов рублей составит общий призовой фонд 54-го международного турнира по вольной борьбе в памяти Али Алиева. Об этом говорили на пресс-конференции, посвященной соревнованиям. На вопросы журналистов отвечали представители Минспорта, региональной федерации борьбы и тренерского штаба нашей сборной. На ковер выйдут около 250 вольников из 13 стран. Хозяев ковра, борцов из Дагестана, представят отдельным составом. Будет много молодых спортсменов, способных заявить о себе. Также среди участников – обладатели медалей чемпионатов мира, Европы и России. Такие борцы, как Ильяс Бекбулатов, Магомед Курбанов, Ибрагим Ибрагимов и другие. Мы, конечно, само собой подключаем перспективную молодежь, потому что это площадка такая у нас, с которой мы каждый год подключаем ребят, более перспективных молодых ребят. Али Алиева турнир, плюс турнир у Маханова Хасавюрки, который мы всегда этих ребят проверяем. И они фактически после этого турнира, потом, в дальнейшем могут давать, как у нас практика показывает, дают хороший результат. Победители соревнований получат по 100 тысяч рублей. Без внимания также не оставят и тренеров. Как и прежде, турнир пройдет на главной крытой арене республики – в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева. Борьба за медали стартует в эту пятницу, 28 июня, и продлится три дня. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи.